Ребят, мы сейчас находимся в Пхукеттауне, и китайцы тут фотосессию устроили. Залезли на машину, я к сожалению не успел похватать. Заснять. Гуляем мы тут значит по Пхукетауну. Катя увидела мороженое, купила себе латте. Да? Да. Я купила себе клубничное. Вот это что ли? Да. А почему она у Вероники оказалась? Потому что она сказала, ой мама, твое вкуснее, чем мое, можно мы поменяемся? Ты наглая, Харри, ты понимаешь, что у матери забрала? Вот она вылизывает сейчас. Мороженое правда клубничное, мне больше всего понравилось. Да, а это какое? Это манго. Манго я вообще не почувствовал. Вот, мне показалось правда клубничное вкуснее. Ну а тебе какое бы все понравилось? Клубничное. Решили пошепиться, девчата купили такие шапочки. Вероника, покажись тоже. Ну какое страшное. Ай по-другому. Ой, я еще и страшнее, а почему? Оля, как тебе шапочка? Симпатичная, ты в ней красивенькая. Хватит придуриваться. Да, всё зак aquest 네, лупости красивые. С폭а колебаний с gustado. Смотрите какие-либо цветовые. Доходов? Не знаю... Здорово! Здорово! Как сказать... Сколько сто? Доходов? Сколько. Сколько? 350 стоит покажи нравится ты нравится ходить по магазинам ай шоппинг домой позвоним посреди как он гордо стоит один тут в одиночестве я сказал бы не туристическое место больше все-таки для местных магазинчики такие но тем они примечательнее тем они лучше я хочу сказать что нету задранных каких-то цен все для обычных местных жителей здесь смотрите вообще какая-то оптовка он и судя по всему склад какой-то он там мешки какие-то вот где надо втариваться понимаешь приехал на оптовочку мы же как привыкли мешок риса мешок муки купил и все и домой консервы купил все можно неделю жить а это по супермаркетам входить это фигня полная шучу конечно я все терпеть могу эти оптовые рынки всякие те ходишь по этим кабинкам мы выискиваешь 2 2 3 копейки подешевле блин а в итоге вы на бензин потратишь больше по этим рынком кататься заехал в один торговый центр взял корзину и ходишь под кондиционерами с тележечкой покупаешь продукты я считаю что это самое то ребят будете на пхукете обязательно посетите старый пхукеттаун здесь так атмосферно такие улицы красивые разноцветные дома вот это старая архитектура вот такие автобусы возят туристов сюда здесь очень много кафе ресторанчиков магазинчиков сувенирных и кстати сувениры по достаточно демократичным ценам поэтому рекомендуем посетить хукеттаун я думаю что стоит раз посетить это место походить по этим улочкам прикольно здесь мне очень нравится кафе и вот эти здания особенно симпатичные дети когда проезжаем мимо таких мест они говорят помнишь мы помнишь были в таком месте да сейчас прямо запомнились вот эти вот старые дома то есть хукет это не только пляжный отдых это еще и город посмотреть города небольшой улице туда-туда и вот такие пацаны имеется там вот прям дальше пройтись обязательно походите здесь не обязательно шопиться но походить просто по городу там по магазинам будьте готовы потратить какую-то определенную сумму денег потому что дисков и недешево потому что здесь маленечко так для туристов все это здесь в общем смотри какая-то посадочная станция целая прям отъезжает сувениров много продается мне вот эти автобусы нравится мне сразу напоминает какую-то айзию сразу же взяли переделали грузовик и сузу переделали поставили лавки и поставили крышу и вот смотрите он сейчас отходит от места посмотрите вы красота милота они еще украсили всякими вывесками названиями так далее а еще когда мест не хватает и люди стоят именно держатся за эти лесенки тоже прикольно так смотрится я спали хочу вас помады мама буквально купила недавно я понимаю почему потому что они тут разоцветные много помад не бывает здесь посмотрите такое вот заведение небольшое здесь продают уличную еду в таком смотрите за куточки прям находится еда какие-то уши там зелень трава и пахнет супами соусом пахнет я понимаю можно купить все это вкусно это сладко это рыба жареная посидать поехали покушаем грани канаде же телефон поехали что ты достала уже краситься на красивых тоже есть помада зачем тебе еще одна помада поехали мы опаздываем поехали девушка поехали быстрее быстрее маш все поехали все можно ехать смотрите ребята я вот такую тарелку взяла тут такое мяско такое мяско еще коричневое и вот такие шарики с яичками и какой-то лапшой красивой соусом мы находимся в фестивале и здесь кухня немного подороже и поблагороднее хотел бы сказать выглядит но допустим смотрите такая тарелочка будет стоить 250 шикарно очень выглядит цены так немного подороже по хранению с бикси допустим вот взять что тут еще такие шедевры приносили мимо нас там с креветками какие-то сюда все пластмассовая ребят все для вида чтобы красиво тоже все пластмассово так и держим и суп и заказали так чуть допустим смотрите там ям стоит 150 обычно мы берем и за 70 за 100 бар очень все красивенько оформлено хорошая красивая мебель стоит что еще добавить очень интересная подача блюдо всех красиво так оформлены для красиво не просто в тарелку кладу но красиво изготовлено ну вот смотрите какая красота просто шедевр пахнет вообще шикарно это надо фотографировать в инстаграм по-любому да мало ну что фотографии где быть моем инстаграме мою почему потому что ты вчера украл мою фотографию так нечестно ты часто выкладываешь я очень редко выкладывают фотографии дай мне пожалуйста как раз таки у меня уже давно не обновлялась некрасиво а еще с красиво сходу и потом зрители скажут у кого красивее фотка у тебя или у меня спортивный интерес нормальная тема до поль дошли в общем до кинотеатра у нас эта тема очень интересовала как можно посмотреть фильмы в таиланде смотрите ну да 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 там идет в общем такое табло это написано от той это просто на но именно на тайском он показано первый класс он английский 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 можно также посмотреть здесь вот допустим выбираем вот какой-то вот что это мультик я не знаю выбираем время и здесь смотрите информация английский есть субтитры английский видимо язык да 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 вот выбираем место нажимаем дальше и оплачиваем центр фестивал очень интересно построен он часть его находится с этой стороны дороги и вторая часть самая большая с этой стороны дороги мы идем сейчас в эту маленькую часть и здесь такой переходик очень интересный мостик третий этаж или такая очень загруженная дорога ребята и они решили видимо соединить свои торговые центры именно таким способом ищем игровую зону в центр фестиваль не можем да не можем найти сказали что это находится здесь мы третий этаж по кругу все пошли здесь кинотеатр маленькая что мы ее не заметили поле никому убегаем догоняйте убегая здесь магазин игрушек и здесь цены просто космический космический мы пытаемся детей оттуда вытянуть потому что здесь не просто нереально пойдем на расчет стоить русы купим полол это такая игрушка еще по одной капли лол да и девчата вы видели все разобрали мы когда первый раз два пришли здесь такие две стойки стояли и они были полностью забиты игрушками с 3 2 игрушки осталось да и тут еще стояли да да представляешь все разобрали это старая серия поэтому вот эта маленькая это какая-то что-то подобие лова какого-то это старая это старая серия лол так такие они стоят если не ошибаюсь 89 юаней в китае здесь они немного дороже стоят это новое мы узнавали как мы узнавали это но это новая серия мы прям подошли на кассу спросили сказали что-то типа newton серия они сказали берите с третьей серии вот эти игрушки конечно вот такие же берите ты старый хочешь взять потом смотри не жалей же жалей не жалей потом две осталось последний вот эти две забирайте и вы забрали последнюю и так понимаю офигеть все расходу расхватали я же говорю ребята все разобрали это игрушка сейчас просто рвет очень популярно ребят смотрите сколько много упаковки идет в этих игрушках здесь упаковка и из двух игрушек это игрушка много раз упаковывается чтобы именно до эти все отсеки открывали себя и доставалась ткань игрушка там допустим в общем такой эффект сюрпризов я очень ну да я согласен попалась такая же игрушка может быть у вас девочки в школе кто-то тоже интересуется лол и можно будет обменяться с кем-то это не ли койки сестра ты расстроилась ты ликуешь но вероника кстати я намного проще относится к этому да это перенесла бы она спокойно говорила я прошла саясь плюс afara если тебя попадется такая же кукла на Говорит, у меня будет двойняшки. Полюш, ты не расстраивайся. Теперь у вас две девочки одинаковые, две сестренки. Первое, эти сосочки можно обмакивать воду, набирать туда водички, и потом вот так играться этими сосочками. Вот, видите, ребята? А второе у нас, можно ее кормить. Она может плакать. Видите, ребята? Плакать. Может плюваться и может писать. Ее еще можно обмакивать воду, она может менять цвет, ребята. И так же делать маленькие детки, так же менять цвет. Ну давайте ребятам, говорите что-нибудь, пока. Всем пока! Нет! Что? Что? Еще! Мы хотим сейчас проверить, менять наша кукла цвет или нет. Что для этого надо, Вероничка? Для этого надо подготовить теплую воду, туда кинуть лед, и обмакать куклу, посмотреть, меня ли она цвет. Ну давай. Раз, два, три. Может быть, вы плохо инструкцию прочитали, нет? Ну не теплую воду, холодную воду. Холодную воду, да, со льдом. Она не меняет цвет. И, кстати, хотелось бы отметить... Вот, чуть-чуть! Вот! Что там? Нет, нет, это было. А блестки, которые были на вещах, они, посмотрите, все на столе. Должна появиться вот такая вот звездочка должна появиться. Вот она вот здесь нарисована. Вот, прям на глазу, прям вот звездочка. Пробуем эффект с горячей водой. Моя не делает дальше. Я не хочу, я не хочу ее пачкать. Никина не делает дальше. Я не хочу ее пачкать. Подержи маленько голову. Лицо сделай попроще. А может, ноги красят, а? Так, в общем, ребята, никакой звездочки не появилось. Значит, не у каждой куклы есть такой эффект. Да, и у нас попали куклы, которые не меняют цвет. Ну все, ребята, заканчиваем наш день. Я думаю, что мы с этого момента закончим наше видео, да? Попрощаемся со зрителями и ждем вас в новых видео. Все, ребята, всем пока. Подписываем, не забываемся. Впереди очень много интересных видео. Пока всем! Всем пока! Пока-пока! А моя может писать.